20 минут о красивой жизни, интересных людях и поступках. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Постановочные фото сейчас все больше похожи на живые. И в этом заслуга профессионалов, которые не один день работают над идеей, реквизитом, а потом еще много времени проводят над редущей снимком. Сегодня со своим мастер-классом приехала фотограф Карина Киль, которую уже давно знает по всему миру. Путь фотографий пришел, конечно же, через моих сыновей, когда они были маленькие, когда они росли. Я, естественно, как любая мамочка, очень хотела, чтобы у моих детей были красивые фотографии. С этого все и началось. Подготовка к каждому мастер-классу в любом городе, где я даю мастер-классы, она всегда очень серьезная, потому что от подготовки зависит результат. Потому что постановочная фотография – это фотография, к которой нужно готовиться, в принципе. И здесь мы занимались этим на протяжении нескольких месяцев, готовились. Мы придумывали идею, одну, вторую. Мы определялись с идеей. Так, в принципе, всегда. Обычно посетителями мастер-классов становятся те, кто только начал свой путь. Но так как Карина Киль – известный специалист, сегодня здесь собрались не только новички. Фотография я занимаюсь давно, больше 10 лет. Сначала снимала природу, дачу свою, цветы. Очень любила снимать. Потом немножко выросла и перешла уже на людей. Очень полюбила снимать деточек. Деточек, моделей, маленьких детей. Снимать именно эмоции. Какие у детей эмоции. То есть это вот миг, который нужно просто запечатлеть. И я сама бабушка, поэтому мне очень интересно, когда маленькие дети растут, и как они меняются. Как они радуются с зверями, с кошками, с собаками. Вот эти эмоции, они непередаваемы. То есть это очень здорово. Мы добирались из Казахстана. В принципе, это не так далеко. Пять часов езды на машине. Поэтому мы доехали быстро. Почему именно этот мастер-класс? Потому что Карина Киль очень известный мировой фотохудожник. Поэтому выбрали именно ее. В своем начинающем мастерстве захотелось именно к ней. Ну, я уже 4 года занимаюсь фотографией. И давно хотела уже посетить мастер-класс Карины Киль. До этого посетила уже Шибину и Кареву. И вот Карина Киль стала моим третьим, так сказать, кумиром. Вот и я здесь. Я думаю, не каждый может стать фотографом. Все равно это какой-то стиль, эмоции. И детский фотограф точно не каждый может стать, потому что с детьми очень тяжело работать. Я думаю, это каждый знает. И, наверное, все-таки это больше девушки, фотографы с детьми. Мужчины, наверное, больше свадебщики. В любом деле, чтобы стать настоящим мастером, необходимо постоянно обновлять знания и учиться чему-то новому. Именно поэтому мастер-классы фотографов так востребованы в наши дни. И не важно, это фэшн, постановочная, детская съемка или свадьбы. Фотографы как художники. Ради красивой картинки готовы получать необходимые знания. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. За последние лет 20 мода Челябинска с рынков и базаров шагнула в бутики, салоны одежды и торговые комплексы. На сегодняшний день конкуренция в сфере продажи одежды очень высокая, а клиент требовательный. Именно это подталкивает профессиональных игроков рынка к профессиональному росту. Мастер-классы от стилистов и бизнес-тренинги, презентации новых коллекций непосредственно от представителей брендов, тайные покупатели и аттестации. Все это выводит работу продавца-консультанта на новый уровень. Сервис может предоставить человек компетентный, человек, знающий о продукте все, от истории производства. Об этом мы же узнаем от живых людей, от представителей. Наши консультанты, наш коллектив пропитан этой информацией, которую привозят гости из Германии. Поэтому и рассказывая о продукте, это делается уверенно, естественно, они в этом живут. Девочки этим пропитаны, обсуждают, влюблены в этот продукт, носят сами этот продукт. Продавать одежду – это искусство, продавать одежду – это большая влюбленность. Это влюбленность в свой труд, это влюбленность в моду, это влюбленность в женщину. Очень важно, чтобы продавцы не только легко находили контакт с клиентами, но и разбирались в тенденциях, стилях, любили и понимали свое дело. Личный контакт с клиентами происходит. Все для своих, для любимых клиентов стараемся дать им самое лучшее. Мы каждого клиента пытаемся сделать своим, заинтересовать его, рассказать про салон, если кто-то в первый раз зашел к нам, про коллекции. Я вчера видела в салоне, как работала продавец с покупателем. И мне это очень понравилось, поскольку я попыталась подойти, покупательница меня не узнала и сказала, что я подожду продавца. То есть для меня это была очень высокой оценкой работы данного продавца-консультанта. Потому что если клиент пришел к ней и она понимает, что именно она выберет для нее нужную модель, именно она оденет ее так, как она считает, что она выйдет из салона и выглядит прекрасно, это большая оценка. Концепция «продать любой ценой», популярная в сфере торговли в 90-е, вместе с ними же ушла в прошлое. Сегодня важны продолжительные отношения с клиентом, чтобы он по-настоящему радовался покупкам и всегда возвращался за новыми. Конкурентоспособность в наши дни – это когда форма и содержание одинаково важны. Проспект Ленина, 71, труда 166, ТРК «Горки», второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Мейкап-тренды этой осени – морозный румянец, темные губы и серебристые текстуры теней. Как это все применить на практике, рассказывает Юлия Демшина, официальный визажист конкурса «Новая волна» в городе Сочи. Мы макияж начинали с увлажнения кожи, с подготовки кожи к нанесению макияжа, чтобы кожа была ровная, полощенная, ухоженная. И дальше мы использовали увлажняющий крем с коллагеном, тональный крем, он прекрасно увлажняет кожу и выравнивает текстуру, придает такое дорогое свечение, сияние кожи. Затонировали и дальше мы подсвечиваем лицо. Лицо подсвечиваем мягкое свечение, мягкая растушевка, воздушные движения кистью. То есть не старайтесь давить на кисть, мягко наносите продукт, слегка наслаивая его по мере надобности. Этой осенью актуально, как никогда, свежий морозный румянец. Если у вас нет времени долго гулять по лесу и зарабатывать его, да, то вы можете добиться холодными оттенками румян. Я в рабочей обычно использую не одни румяна, а два-три оттенка. Они так лучше подстраиваются от и румяна, делают более яркими радужку луаз. Вот сейчас у нас у модели стали очень-очень голубые глаза. Сейчас мы создали легкий дневной макияж, освежающий такой фреш-образ. И теперь мы будем его трансформировать в вечерний макияж. Слегка смачиваем кисть в мицеллярном растворе. Набираем тени. Они более пигментированные, становятся более яркие. Здесь важно использовать мицеллярную воду не на спиртовой основе. Читайте состав. Именно мицеллярная вода ПАИЗЭ, она еще и с пантенолом, поэтому она прекрасно для этого подходит. Макияж мы создавали очень легкий, освежающий. Этот макияж сможет повторить любая девушка. В нем использовался и мягкий хайлайтер с эффектом свечения, и освежающий румянец. Был исключен жесткий контуринг, который сейчас не актуален. Какие тенденции использовались? Это серебряные оттенки теней, свечение, холодный румянец, шоколадные оттенки губ. На губах мы использовали два продукта – коричневый карандаш и розовую помаду. То есть вы сможете намешать ее самостоятельно любой оттенок, от светлого до темного. Самая распространенная ошибка в макияже – неподходящий оттенок тонального крема. После нанесения происходит реакция продукта с воздухом. Тон подбираем мы, наносим на челюстную косточку, можно еще нанести на шею, на два участка. И ждете минутку-две. Смотрите, он слился с вашей кожи, либо стал как раз наоборот, более оранжевый, более розовый. Тогда, естественно, он вам не подходит. Если он идеально с вами слился, то все, стоит его покупать. Тенденции модных макияжей заимствуются из подиумных образов, но прекрасно адаптируются для повседневной жизни. Отдельные элементы могут применяться вне зависимости от возраста и типа внешности. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Блеск Блеск уже давно не ассоциируется с новогодними или вечерними нарядами. Сегодня в правильных объемах и определенных сочетаниях металлизированные фактуры украшают деловую капсулу гардероба и одежду для неформальных случаев. Блеск и спорт подружились давно. Свои идеи в формате спортшик дизайнеры предлагают и в этом сезоне. То, что раньше называлось трикотажем с люрексом, сегодня все чаще именуют фактурами. Но как бы все это ни именовалось, в современном гардеробе блеск присутствует неизменно. Продолжение следует... Академия наращивания ресниц премиум бьюти представляет пятый турнир Grand Lashes 2018. Разыгрывается 30 кубков и один гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Вы смотрите Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А на этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok